Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях председатель постоянного комитета Илтумен по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Дела Марктики Елена Голомарева. Елена Христофоровна, я вас приветствую. И вначале хотелось бы поговорить о тех проектах федеральных законов, которые сейчас находятся на рассмотрении в Государственной Думе, которые регулируют как раз деятельность коренных малочисленных народов Севера. От имени профильного комитета парламента республики приветствую всех телезрителей и хотела бы сегодня осветить ту работу, которая для нас действительно является актуальным. Вопросы, которые касаются жизни, деятельности, жизни повседневной тех людей, которые занимаются традиционными видами хозяйствования, проживают в арктической зоне. И эти вопросы вперед вышли еще в 90-е годы, когда наша страна переходила на рыночные условия жизни. И как раз-то в эти годы 90-е самыми видными деятелями того времени, политиками, было принято на федеральном уровне по их отстаиванию три федеральных закона. Это о территориях традиционного предопользования, о гарантиях прав коренных малочисленных народов. Это базовый закон, самый такой основной мы говорим, да, и о пшинах. Это три закона, которые дают основу защиты прав коренных малочисленных народов. Но сегодня есть такое мнение, что эти законы устарели, время ставит новые задачи. И есть такие вопросы, которые, например, непонятны. Например, ну ладно, первый вопрос, это вопрос касается самоидентичности. В паспорте сегодня у нас национальной принадлежности, национальности нет. И это приводит к тому, что в некоторых моментах, когда силовые структуры проверяют на местах охотоведения, там рыболовство, представители коренных малочисленных народов не могут доказать, что они являются, ну да, представителями коренных малочисленных народов. И это привело к тому, что на уровне Федерального агентства национальностей Российской Федерации сегодня принимаются меры по принятию совершенно нового законопроекта, который называется Реестр коренных малочисленных народов Российской Федерации. Ну вот, что это такое? Это список людей, которые занимаются традиционными видами хозяйства, собираются со всех регионов и аккумулируются на уровне Федерального агентства. Ну так, если образно говорить, то со всех объектов. Если человек хоть на 3-4 месяца будет работать в каком-то учреждении или предприятии, это повседневно сегодня, они не могут без этого обойтись, да? Это компьютер просто снимает, налоговые поступления есть, ну значит, все, у него есть другая сфера работы. И вот это может привести к такому хаосу, что... Ну, в общем, вот такие вопросы сегодня обсуждаются. И от парламента Республики Саха-Якутия я являюсь экспертом по вопросам коренных малочисленных народов под комитетом, комитетом по вопросам национальности. И Якутия предлагает совершенно другой вариант, чтобы в паспорте или вкладыш, который мы вводили 5-6 лет, это вкладыш нормально работал. И вот такие вот нормативные мы должны это... Ну, такое предложение мы ввести. То есть применительно для жителей Якутии? Да, Якутии. Ну и этот пример на самом-то деле можно было и по другим регионам распространить. И вот это самый главный вопрос. И второй вопрос, который касается вопросов земельных отношений. Мы стали свидетелями большой работы парламентариев, руководства, правительства нашей республики над законопроектом по одному гектару. Общественников очень активно принимали участие. Если первое время этот законопроект выглядел в три страницы, то к концу уже мы и в содержательном плане республика Саха-Якутия. И, в общем, очень сложные вопросы совместно с инициаторами законопроекта мы внесли. Ну и самый главный вопрос, который касается коренных малочисленных народов, ну я думаю и всех жителей республики, это создание территории традиционного предопользования. Этот закон был на федеральном уровне принят в 2001 году. Правоприменение данного законопроекта шло очень сложно, не понимались. И даже сегодня, когда мы стали анализировать по всей России только двух субъектов, это Ханты-Мансийском, территории традиционного предопользования регионального уровня приняты. И у нас в республике Саха-Якутия, благодаря поддержке Гилдархана, Егора Афанасьевича Борисова, парламента нашей республики, еще 2003 года начали создаваться. Всего четыре было до одного гектара, когда закон принимали. И именно республика Саха-Якутия настояла на том, чтобы эти ТТП сокращенно не подпадали под раздачу одного гектара. Сегодня территории нашей республики более 50% закрыты, я говорю, образно тоже теплым одеялом, который называется ТТП. И эти земли не подпадают, они защищены. Но пока, потому что в Федеральном агентстве по национальности на обсуждение внесен совершенно новый законопроект, в котором каким-то образом исчезло понятие категории ТТП местного значения. Ну и мы начали тоже работу вести на уровне инициаторов этого законопроекта. Республика Саха-Якутия выступила с инициативой, чтобы вот этот раздел, эта статья была в новом законопроекте убрана. Ну в общем, сегодня мы держим уже третий вариант данного законопроекта, где вернулась данная категория. Поэтому я считаю, когда идет такая совместная работа, все равно какие-то моменты можно защитить и понимание есть. Но еще я хочу подчеркнуть то, что в создании вот этих территорий большую роль. И если нет политической воли со стороны руководителя первых, это очень трудно создавать такие территории. Сегодня к нам выходят за советом других субъектов, Сахалина, Камчатки. Только вот начали понимать, что вот эта категория, которая называется ТТП, может сохранить эти территории для будущих поколений. Наша задача стоит и в Конституции Российской Федерации, и вот этих трех федеральных законов. Первый вопрос – это вопросы народосбережения. Как сберечь народ, чтобы они не исчезли? И это решается только через то, что мы должны сохранить языки, то, что мы должны обратить внимание на вопрос образования, на здравоохранение, на развитие этих территорий. Вот, кстати, о вопросе образования. В сентябре 2016 года была приостановлена материальная помощь студентам из числа КМНС. Как реагировали родители в общей ситуации? В прошлом году, это было в 2016, реакция родителей, конечно, была очень резкой. И мы обратились опять же в Министерство образования. Дважды разговор был на уровне нашего руководства, Республики Саха-Якутия и на уровне Государственной Думы Российской Федерации. Дело в том, что в приказе, который действовал в четыре года, говорилось о детях-сиротах. И вторым пунктом было приказано в федеральных университетах, где обучаются коренные и малочисленные народу, по усмотрению учебного заведения, предусмотреть дополнительные стипендии. Стипендии были достаточно хорошие. И мы изучили по Дальнему Востоку только Северо-Восточный федеральный университет в лице ректора Михаила Евгения Саевна со дня издания приказа платили, оплачивали вот эту дополнительную стипенцию. Во всех других этот пункт был не исполнен, к сожалению. И это опять же зависело от тех, которые руководители, которые руководили федеральными университетами. Не везде это получалось. И в конце концов на уровне министра образования было принято решение приостановить оплату дополнительной стипендии. Сегодня в Государственной Думе наши депутаты Данчикова Галина Киентьевна, Гоголева Татьяна Степановна, депутаты Тханты-Мансийского округа создали рабочую группу и работают над тем, чтобы внести предложение в программу, не в закон, а в программу образования, дополнительно строку. Но только касается университета имени Герцена, Санкт-Петербурга, где компактно, можно по всей России, собирается представитель коренных малочисленных народов, обучается им только оплачивать. Потом вторая очередь придет. Так что вопрос немного продвигается, но очень медленно. Сегодня сложно с финансовым положением по всей стране. Поэтому дополнительные вот такие шаги принимаются. Ну, так, все доказывать надо. Потом мы изучили все федеральные законы, где можно было бы законодательно закрепить эту норму. Но сегодня у нас это идет с трудом. Ассоциация коренных малочисленных народов Российской Федерации, Сибири и Дальнего Востока, тоже занимается этим вопросом. Так что медленно, но мы все равно будем как-то эти вопросы акцентировать. Елена Христофоровна, благодарю вас за беседу. Наше эфирное время, к сожалению, завершается. А нашим телезрителям, я напоминаю, у нас в гостях был председатель постоянного комитета Илтумен по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе событий вместе с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова